Значит, вот мы проверили, так сказать, полностью этот самый закон. Он хорошо выполняется. Ну, там можно для одного блина, для другого и так далее. Тут много всяких блинов. Вот так выглядит, соответственно, значит, оказывается, что блин, он не такой простой. У него имеется три слоя. Он состоит из трех вихревых таких слоев. Они сжимаются все вместе. Это самое интересное. Причем оказывается, что сжатие происходит практически автомодельным образом. Вот, так сказать, это видно. По крайней мере, вот видно одна кривая, вторая, третья. Вот мы видим с вами, что они, так сказать, приближаются друг к другу. Самым интересным является, так сказать, поведение той матрицы гамма. Давайте-ка я ее еще разочек вернусь. Это на самом деле есть ключевой момент для понимания. Почему у нас, собственно говоря, так сказать, возникает одномерная ситуация? Одномерная ситуация возникает, так сказать... Вот смотрим на эту матрицу. Гамма. Вот она, ключевая-то матрица. Гамма ежи, которая здесь фигурирует. Гамма ежи, она, конечно, в ситуации общего положения, что мы видим, так сказать, численно, она зависит от времени. И если эта гамма какая-то, какая-то одна из компонентов ее, так сказать, является много больше, чем другой, тогда вот оказывается, это приводит, так сказать, появлению блина. То есть, если, скажем, гамма-1-1, так сказать, велико, да, значение гамма-1 по отношению ко всем остальным, то в этом случае мы должны получить, так сказать, ну вот это одномерное отображение, про которое я говорил. То есть тогда мы должны получить этот самый закон двух третей. Что здесь интересно? Интересно следующее. Вот что мы, так сказать, обнаружили в численном эксперименте. Вот смотрите. Вот гамма-1-1 оказывается... А тут, видите, тут на самом деле мы видим, что все остальные компоненты, кроме гамма-1-1, так сказать, все оказываются маленькими. Они оказываются даже экспоненциально маленькими. Но если это так, то следовательно, следовательно, наша структура является одномерным. Тем более того, так сказать, мы должны получить тот самый закон двух третей, про который я говорил. А вот синяя, это не маленькая вроде? Синяя, синяя, да, но она, так сказать, ну на самом деле, так сказать, можно проверить, но, в общем, более-менее маленькая. Одну минутку, Олег, там Трибельский просит, чтобы ты его подключил, он никак не может присоединиться. Кто? Трибельский. Так я его не вижу. Ну вот он пытается подключиться и говорит, что ты ему не даешь разрешения. Я пытаюсь, я его вообще не вижу в качестве желающего. В упор. Ну понятно. Как говорится, в упор не вижу. Сейчас скажу ему, чтобы он снова попытался. Ага, извините, Евгений Александрович. Да, извини, Жень, пока. Да, нет, нет, ну я хочу сказать, что вот это есть на самом деле ответ на вопрос, откуда берется эта самая степень 2-3. 2-3 берется от того, что структура, которая здесь у нас получается, является квазидвумерной на самом деле. То есть у нас возникает блин. И все определяется только толщиной этого блина. Все определяется вот этой одной компонентой гамма-1.1. Я согласен с вами, что здесь имеются в них, но уверяю вас, она, так сказать, является маленькой. Евгений Александрович, а можно такой немножко философский вопрос, да? А может быть там можно ли говорить о какой-то, вот вы же сами говорите, что размерность там не 2, да? Можно ли говорить о какой-то действительно дробной размерности, знаете? Там полно спекуляций на тему вот дробных размерностей объектов, да? Да. Ну вот и не только... Да, понимаете, как только... Еще раз, если только вы, так сказать, применяете эту самую, так сказать, эту самую, ну, ситуацию, которая есть, так сказать, ну, как бы, так сказать, ну, такая теоретическая чисто, да, эффекты связанные с перемежаемостью, то, строго говоря, так сказать, степени, которую, так сказать, вы хотели бы получить, вы ее не имеете. То есть, на каждом масштабе имеется своя степень. Как бы там у вас все меняется. Вот это вот и есть, собственно говоря, такая мультифрактальность, как ее называют. Спасибо. Вот она есть мультифрактальность. Ну вот. Ну, кстати говоря, вот один из результатов, так сказать, ну, Парези, так сказать, он вошел в эту самую его... За что ему дали Нобелевскую премию? Ну, один из многочисленных. Ну, вот это, как это? В прошлом году было, да? Когда Парези получил. Или позапрошлом уже теперь, я уже не помню. Наверное, уже позапрошлом году. Парези. Нобелевскую премию получил. Ну, вот. Ну, есть так называемая теория, значит, она называется Кадар... Кайпизи. Кадар, Парези, Зет, я забыл. Ну, там, один китаец. Кайпизи, Сирия. Ну, вот это, так сказать, вот, собственно говоря, вот это и есть, так сказать, мультифрактальность, все остальное. Вот он сегодня применил, так сказать. Ну, для нас, на самом деле, так сказать, весьма важным является вопрос относительно этой самой степени. Так вот, еще раз повторяю, степень, мы теперь умеем ее как-то, так сказать, с одной стороны численно-аналитически, так сказать, получать. И она дает нам эту самую две трети. У меня, к сожалению, я там пропустил довольно много слайдов, потому что, значит, это такая некая непростая вещь. Ушел бы у меня целый семинар на беседе. Но качественно, еще раз повторяю, оно связано с тем, что структура, оказывается, квазинвумерная. Теперь, вот, я хочу, так сказать, вернуться к спектрам, с которых я, значит, скалмагородского спектра. И вот, что мы, так сказать, обнаружили. Значит, я уже говорил, что, на самом деле, так сказать, у нас имеются эти панкейки или вот эти блины. И оказывается, что в основном вся энергия этих флуктуаций сидит как раз в этих панкейках. Вот это мы, так сказать, просто явным образом видим. То есть, иными словами, так сказать, ну, а с другой стороны, так сказать, каждый панкейк, так сказать, дает нам в К-пространстве некую, так сказать, анизотропию. Вот сейчас я ее покажу. Вот она. Смотрите, как выглядит. Если я возьму один, например, вот этот главный, так сказать, это вот, так сказать, спектр в К-пространстве. Тут есть КХ, К или КЗ. Вот этот вот, вот этот, который есть, это и самый главный наш, так сказать, панкейк. И у него имеется вот такой джет. Ну, почему джет? Потому что фигура плоская, да? Если вы сделаете от нее фурия преобразования, то вы получите в примитивлярном направлении это вот соответствующее распределение. Интенсивности или спектру, если угодно, да? Ну, а тут вот имеется много всяких джетов, вот про которые я говорил. Вот один, второй, третий. А вот этот самый главный, вот он. Вот этот вот самый главный. Это вот как раз направление. Вот у нас имеется вот такие вот, такое представление. Самое интересное состоит в том, что спектр, который мы там получаем, после усреднения по всем углам удивительным образом совпадает с Калмогоровским К в степени минус пять третей. Ну, вот, то есть это у нас со временем все чуть-чуть, да? И вот мы видим, что если мы рассмотрим самые-самые большие времена, ну, тут вот сегодня у нас тут имеется некая гибающая, которая показывает, что у нас имеется степень пять третей. Причем этот самый... Можно спросить? Да-да, пожалуйста. Может, я что-то не понял, но мне кажется, что удивительно было бы, если бы не совпало. А то, что совпадает, как раз ничего удивительного нет, потому что вы исходите из тех же предположений, из которых исходил Калмогоров. Я хочу вам сказать, что тут имеется одно очень важное обстоятельство. Оно связано с тем, что спектр К-пространстве, ну, КХ, КХ, КЗ, является сильно анизотропным. А на самом деле гипотеза Калмогорова, одна из гипотез состояла в том, что он говорил, что в инерционном интервале турбулентность должна быть и затропной. Ну, вот мы ничего близкого не видим, у нас имеется сильная анизотропия. Это анизотропия... Локально сильная анизотропия. Но у вас же все блины случайным образом ориентированы. Правильно, да, но она не является изотропной. У нас, так сказать, мало оказывается, что появление этого... А, тут есть еще одно, оно очень важно. Иногда мы видим вот этот спектр 5-3, а иногда нет. Просто когда мы его видим. Видим мы тогда, когда у нас имеется один джет, один, что называется, панкейк, так сказать, один, блин, так сказать, порождает мне некий джет. Другой рядом стоящий, новый джет. И если они, если они, что называется, имеется некое пересечение между этими двумя джетами, то только в этом случае мы наблюдаем спектр 5-3. Конечно, там положение Калмогорова, оно было весьма жестким. То есть, это, конечно, не общий случай. Я об этом вначале... Конечно, нет, нет, еще, вот смотрите, я еще разочек обращаю ваше внимание. Вот смотрите, вот как выглядит вот этот вот для того, чтобы 5-3, ну тут вот, я не знаю, там, их около 8, там, понимаете. Вот смотрите, вот так он смотрит и так, ну и что? Он не является изотропным. Это просто, кстати, сразу видно. Конечно, конечно. Понятно. То есть, на самом деле, на самом деле, так сказать, в инерационном интервале, про что мы имеем, так сказать, в виду, да, изотропии этой самой гидродинамической турбулентности не наблюдается. В нашем численном эксперименте, подчеркиваю, но это у нас, так сказать, максимальное, что мы можем сделать. Понимаете? И это очень важная обстоятельство, на самом деле. Причем, еще раз повторяю, Калмогоровский спектр возникает только в том случае, если имеется пересечение этих джетов. То есть, когда они немножко, так сказать, называются, вот, так сказать, у нас возникает этот самый овелопинг. Вот если, так сказать, у нас возникает вот такое пересечение, то тогда, тогда возникает этот самый Калмогоровский спектр. Однако, если я, у нас есть несколько других вариантов, когда у нас нет никакого пересечения этих сам, между этими, так сказать, джетами, то тогда и нет, не наблюдается этот самый Калмогоровский спектр. Это вот так, вот так обстоит дело в численном эксперименте. Что мы еще видели? Мы видели еще следующее. Значит, если, вот посмотреть, так называемый закон Калмогорова, он называется 4 пятых закон Калмогорова. Он гласит, что если мы возьмем дельта В, дельта В, это есть, ну, разность карасей в двух точках. В степени 3. То, по Калмогоровской теории, это точно есть результат Калмогорова, дельта В в кубе, средняя, пропорционально оказывается Р. Где Р, это есть расстояние между двумя точками. Вот это вот есть расстояние. Мы, оказывается, здесь тоже наблюдаем, но, оказывается, имеется очень большая всякая анистропия. Имеется сильная анистропия, но, тем не менее, оказывается, что, значит, вот этот вот, эта величина, параллельная, ну, в третьей степени, так сказать, она оказывается тоже пропорционально Р, если мы произведем усоединение по У. Вот это такое очень важное обстоятельство. Причем мы видим, то есть, иначе с вами, вот как-то так получается, несмотря на анистропию, мы получили подтверждение того, что у нас имеет дельта В в кубе пропорционально Р. Но 4 пятых мы не получаем никогда. Вот это очень важное обстоятельство. Нет у нас 4 пятых. А вот у Калмоголова, оказывается, дельта В, так сказать, в кубе, ну, средняя, да, параллельная там, так сказать, компоненту, она, оказывается, равняется минус 4 пятых, умноженное там на эпсилл и умноженное на Р. Так вот, этой 4 пятых у нас здесь нет. Вот это вот, так сказать, есть результаты нашего. Ну, я не знаю, у меня тут есть еще некий сюжет, но, наверное, я должен остановиться и, так сказать, сказать, спасибо всем за внимание. Спасибо большое, Евгений Александрович, за интересный доклад. Переходим, пожалуйста, к вопросам, замечаниям. У меня маленький вопрос, Женя. Ага, да, да. Можно ли как-то объяснить? Это вот я хочу вернуться к Казимирам и бесконечному числу. Да, да. С одной стороны, вроде это какие-то законы сохранения, с другой стороны, все же, какие-то они не вполне законные, что ли. Да. Они, на самом деле, так сказать, имеют геометрический смысл. Вот, на самом деле, если вы почитаете внимательно, так сказать, книги Арнольда, его обзоры, то он всегда говорил, что, на самом деле, гидродинамика – это и есть сильно геометрическая, так сказать, наука. Вот отражением этого является как раз появление этих Казимиров. То есть они, так сказать, вот, они, как вам сказать, если вы… Они все связаны, так сказать, они леувилевского типа. Ну, вот интеграл там, вот это я писал там, ПДР, да, ну, вот хорошо известный такой инвариант, да, в механике. В механике интеграл от ПДР. На самом деле, есть один из инвариантов, так сказать, леувилевских интегралов. Но почему-то они вот в теории интегрируемости, где нужно большое число интегралов или бесконечное число интегралов движения, они как-то остаются в стороне. Они не участвуют. Там их мало, там их мало с самого начала. Если, так сказать, взять уравнение КДВ. Простейшим Казимировым является интеграл УДХ, например. Но это не Казимир, это вроде как по-настоящему интеграл массы там и так далее. А там есть Казимиры типа Х на УДХ. На самом деле, нет, Юр, Юр, если ты возьмешь, что называется, скобку Плассона, которая там вот эта, как она называется, Ганнер Грина, да, Ганнер Грина, да, вот этого, да. Ну или там, я не знаю, как ее называется. Просто Грина. Или Грина, ну неважно. Значит, то ясно, что если туда поставишь соответствующий интеграл УДХ, и, так сказать, значит, его там проинтегрируют, все как там, то путь 0. Для произволя функции интеграл от УДХ в уравнении КДВ есть Казимир. Ну хорошо, но вот в КДВ этот бесконечный набор интегралов движения. Подожди, а там, если откладывается инволюция, ничего подобного, нету такого. Тут он только один. Вот, тут он только один. А вот в гидродинамике, я показываю, вот давайте, вот я еще разочек вам напомню. Значит, вот имеется, что называется, ну некий гейдж, что называется в этой самой гидродинамике. Вот, про которую я говорю. Это называемое, так называемое, переобозначение лагранжевых маркеров, или релейблинг. Оказывается, что это релейблинг и порождает соответствующие, соответствующие эти самые, соответствующие инварианты, так сказать, каши. То есть они, они как бы, так сказать, они калибровочные, понимаешь? Ты взял, поменял цвет, да, или там поменял, одно назвал красный, другое зеленое, а может наоборот, зеленый и красный. Вот такая все-таки симметрия, понимаешь? И вот эта вот симметрия, она какая-то такая нефизическая, в сущности говоря, поэтому и возникают соответствующие инварианты. А, понятно. То есть это, получается, инварианты к переобозначениям? Салман доказал это обстоятельство. Салман. Ага, понятно. А, значит, это по существу инвариантность к переобозначениям? Да, я так и сказал, релейблинг симметрии. Релейблинг симметрии. Это по отношению к переобозначению лагранжевых маркеров. При этом, Женя, при этом они находятся в инволюции или нет? Ну, они ноль. Они, так сказать, у тебя, так сказать, дают ноль. Ну, ноль. Они и сами на любые. Ты понимаешь, вопрос состоял в том, что на самом деле эта система уравнения гидродинамики, она, так сказать, бесконечно мерна. Так мы указали, вот что самое главное, то, что мы сделали с Витей Робаном, так сказать, там еще давно уже, лет 20 назад. Мы доказали, что все эти, так сказать, Казимиры есть как раз инварианты Каши. Все. А у тебя имеется в каждой точке, в каждой точке, ну, лагранжевые или, так сказать, там, физической точки, у тебя имеется сохраняющийся вектор. Это целый вектор. Понимаешь? То есть в этом смысле, так сказать, если ты начинаешь считать уравнение гидродинамики, так сказать, численно, то тебе нужно обязательно, да, каким-то образом сохранять, сохранять эти инварианты, которые заданы в каждой точке. Понимаете? Вот в этом, на самом деле, гигантская сложность, так сказать, которая предъявляется, так сказать, теорией турбулентности. Существование бесконечного числа. То есть, ну, вот мы на самом деле использовали, а, прямое интегрирование, уравнение, так сказать, вот Эйлера, а также мы использовали представление вихревых линий. Представление вихревых линий, там уже нет никаких вопросов, так сказать, относительно того, что там они автоматически, я туда их вставил, понимаешь? У меня там все сохраняется автоматом, понимаешь? То есть в численном расчете даже не надо проверять, сохраняются. Ну, конечно, 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 если, ну, то, иными словами, если, в чем дело, если у тебя имеется уравнение, так сказать, ты взял его, естественно, проинтегрировал. Что такое инварианты Каши? Это частично проинтегрированные уравнения Эйлера, ну, которые, так сказать, ты можешь записать в лагранжевой форме и так далее, понимаешь? Ну, то, что вот на самом деле, так сказать, там Сева Якубович там писал, да, в своих работах. На самом деле, насколько я понимаю, так сказать, слово инварианты Каши, так сказать, он ввел. Это ему благодаря, я думаю. В книжке, так сказать, этого самого Ламбета ничего такого нет. И более того, нет никакой связи, вот что самое удивительное, между, так сказать, теоремой Кельвина и соответствующими инвариантами Каши. Хотя это было известно, я уже, так сказать, там поминал, да? До этого самого теоремы, до Кельвина. Ну, как-то так прижилось, понимаешь? Потом люди, что называется, там откопали и, так сказать, поняли и так далее, что на самом деле эту самую теорему Кельвина доказали, так сказать. Доказано было раньше. Ладно, спасибо. Можно я немножко свое мнение скажу, да? Да, пожалуйста. Насчет инвариантов. Как я понимаю, да, если я ошибаюсь, меня поправьте, пожалуйста. Юра, ты спрашиваешь, а просто об инвариантах ты имеешь в виду, что дивергенция какой-то величины равняется нулю. Я прав? Не совсем так. Ну, dpdt от какой-то функции плюс dpdx от какой-то функции плюс dpdy от какой-то плюс dpdz равняется нулю силу уравнения. Так или нет? Тут же у нас в каждой точке, вот самое главное, Олег, у нас в каждой точке, то есть ты иными словами, это есть Лагранжев и инвариант. Что это значит? Производная d по dt от него равна нулю. Так вот я... Вот это есть интеграл, нормальный интеграл. Дело в том, что уравнение Эллера можно записать в Лагранжевой формулировке, да? Если это сделать, в Лагранжевой формулировке, то в этом случае, в этом случае у нас, так сказать, получится все, что надо. И тогда они эти уравнения частично могут быть проинтегрированы, что и показал Каши. Вот смотрите, у вас как раз открыто на этом циркуляция, инвариант написано. Она, это, Юра, не то, что мы взяли вот d по dt от чего-то, а это обозначает, что она постоянно на линиях, понимаешь? На линиях, да. Да, это не то, что дивергенция от чего-то равняется нулю. Это так называемые... Это интегральные инварианты. Книжка Картана, да, я могу дотянуться и ее показать, да. Вот это и есть Казимир? Казимир и Талли. Нет, еще раз повторяю. Понимаете, Казимир вводят относительно скобки Пуассона. Понимаете, вот еще разочек, давайте, вот у нас имеется соответствующая скобка Пуассона. Вот я ее, вот она, вот она. Видите, вот она скобка Пуассона, которая была написана, ну ее потом, так сказать, стали называть неканоническая скобка Пуассона. Но она является вырожденной. Понимаете, вырожденной. В том смысле, что вот существует такой инвариант, который вот сюда, вот сюда вместо f подставить, и какое бы же вы ни взяли, то получится ноль. Вот это есть определение Казимира. То есть, иными словами, Казимир коммутирует совсем. Ну вот точно так же, как в уравнении КДВ. Взяли интеграл от УДХ, там симплинический оператор известный, это есть ДПДХ, да? Ну ты напишешь всю эту скобку Пуассона, значит, ДФПДУ на ДЖПДУ штрик, да? А там будет стоять ДПДХ. Если, так сказать, ты подставишь вместо этот интеграл от УДХ, то дальше интегрируешь, то увидишь, что это константа, но интегрирование по чтям-то столь. Понятно, да? Да. И это вот в уравнении КДВ. В уравнении КДВ. У нас имеется всего лишь один, еще раз повторяю. Один есть интеграл. А тут их оказывается бесконечно много. Они все имеют геометрический смысл, про который вот все, что я говорил с вами, да? Ну, это в работах Моффата есть, книжка Моффата посвященная, то есть там не только... Ничего такого там близко нет. Еще раз, Олег, я хочу вам сказать, книжку вы можете, конечно, ничего тут, но это вот наше изобретение, извиняюсь. Нет, я говорю про инварианты. Я не оспариваю ни в коем случае вот это то, что вы рассказываете, да? Я просто пытаюсь Юре вот еще добавить, да? Ни в коем случае, я не говорю, что здесь что-то такое. Я просто пытаюсь ответить на вопрос Юры, да? То есть есть вот... Ну, возьмем самую простую ситуацию, циркуляция, да? Вот было написано, она инварианты. Но это не значит, что дивергенция от нее равняется нулю, да? Это же циркуляция... Вот там вот интеграл, да? Интеграл. Да, 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 вот она мелькала, да. Нет, ну вы можете взять... Нет, еще раз, вы понимаете, можете взять фатеринвариант Каши. Он у нас зависит только от... Он не зависит от времени, он явным образом. Вы и, так сказать, продиференцируете... Что означает производная? Производная есть, так сказать, обычная ДПДТ, или как ее там, материальная... Это вдоль траектории. Да, да, да. ДПДТ вы дифференцируете и получаете нуль. То есть, если бы вы ее написали, если бы вы ее написали в Эйлеровых переменах, то в частной... Производная ДПДТ, да? ДПДТ, она была бы ваша... Вы бы ее написали, что это есть ДПДТ плюс В град. Дальше, значит, поскольку она есть... Это равно нулю. Ну дальше, значит, ну это будет дивергенция. Дивергенция В умноженная на этот инвариант. Это и будет ваша интегральная форма, про которую вы говорите. То есть, в этом смысле все совпадает. Еще разочек, вы поняли, нет? Нет, это понятно, Женя. Это все понятно. Вопрос теперь в таком ключе. Если у нас... Нет, я Олегу говорю. Вот Олег говорит. Еще раз. Олег, вот смотрите. Я все понял. Я это знаю. Я это знаю. Это я знаю. В вашей, этой самой, как, ну, дифференциальной форме, что ДПДТ плюс дивергенция. Вот она здесь просто явно... Я говорю, это вот картановские и понкары инварианты интегральные. Хорошо, понятно. Женя, вопрос немножечко... И мороженность, она как бы известна достаточно давно, да? Ну, братцы, дайте задать вопрос. Женя, смотри. Если у нас есть такой богатый набор, бесконечный набор интегралов движения, значит, это накладывает какие-то серьезные ограничения на характер движения. Всякий интеграл, он как-то ограничивает движение в пространстве. Они есть связи. Они есть связи. Вот нужно понимать, нужно понимать, что вот эти инварианты каши, это есть связь. Вот как бы это... Там понимаешь, вот у тебя есть движение частицы, вот две частицы, так сказать. Они связаны, например, жесткой, не знаю, там чем, так сказать, ну, каким-то стержнем. Ну, вот это вот, вот это жесткое стержень, это и есть та самая связь, которую надо разрешить. Если вы умеете ее разрешать, да? Ну, вот, например, ну, классический пример. Возьмем, например, ну, не знаю, чего там. Уравнение, так сказать, Эйлера, да? Уравнение Эйлера – это движение твердого тела. Ну, что оно там будет? Ну, оно будет выглядеть так. Да, омега по ДТ равняется, омега – это как раз, ну, почти что угловая скорость равняется, там, так сказать, ну, омега и, так сказать, чего там, и Аш, да, или там как там. А Аш – это есть М квадрат. Правильно я говорю? Да, ну, там скобка полосона. Ну, это, там, группа вращения, так сказать, СО-3 получается. Понимаете? Группа вращения СО-3. А те Казимиры есть просто квадрат-момент. М квадрат равняется константе. Вот М квадрата есть констант. Это есть Казимир, соответствующие скобки полосона, которые получаются для уравнения движения твердого тела. Ну, уравнения Эйлера. Ну, да, Арнольд как бы из этого исходит, да? Нет, ну, у Арнольда тоже, на самом деле, Арнольд говорил, что, так сказать, вот это его была, собственно говоря, так сказать, дело в том же, когда мы с Сашей Михайловым написали соответствующую скобку, мы, так сказать, не понимали, что там у Арнольда написано, я честно могу сознаться. Так, кстати, до сих пор некоторые вещи я не понимаю, но я физик, к сожалению, так сказать. Ну, мы, так сказать, взяли и, так сказать, показали, что оно является гамильтоновским, так сказать, вот с той самой скобкой полосона, которая была, так сказать. Вот она была, собственно говоря, введена в нашей работе 80-го года, 1980-го года. Вот, ну и дальше пошло-поехало. Дальше, так сказать, было очень много всяких людей, которые, так сказать, они назвали это все дело некадонической скобкой полосона и начали писать для всех уровней гидродинамического типа. Для магнитной гидродинамики, для такой гидродинамики, для третьей гидродинамики и так далее, и так далее. Понимаете? Да, да. Ну, вот это, кстати, было, так сказать, там очень много всяких там. Да, да, это хорошая вещь, да. Да, не, ну, но, 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 самым интересным и самым главным моментом вы можете ввести неканонические скобки полосона. Но нужно проверять, нужно проверять, являются ли они вырожденными или нет. Судя по всему, они все являются вырождеными. И для того, чтобы описать правильную, ну, что такое, что такое Казимир? Еще раз понимаю, Казимир – это есть некоторая связь. Ее надо разрешить. Если вы умеете разрешить, вот как в твердом теле, вы вводите соответствующие там, я не знаю, углы Элера, да? Ввели углы Элера, дальше там решаете уравнение, все как надо, понимаете? Вы разрешили эту, вы разрешили связи. Ну, вот, если вы это разрешили, то, ну, фу, окей. Так вот, наше представление, представление вихревых линий разрешает эти связи. Вот это вот, вот это есть очень такое важное, важное, так сказать, понимаете. Да, да, но это, это вот не то, что Юра спрашивает. Он-то, его логика какая, что раз там много каких-то сохраняющихся величин, то это как бы интегрированность. Это не говорит об интегрированности уравнений Элера. Нет, конечно. Нет, я понимаю, что это не говорит об интегрированности, но это говорит все-таки о сильной зажатости решений. Правильно, правильно, да, конечно. Еще раз повторяю, это связи. Эти связи надо разрешить. Если вы разрешаете эти связи, понимаете, если вы разрешаете, вот как в случае, так сказать, я не знаю, уравнения Элера для твердого тела. Если вы их разрешили, ну, как вы разрешили, ну, ввели, так сказать, соответствующие, я не знаю, там, углы Элера. Ввели, значит, дальше все хорошо пошло. Дальше вы можете проинтегрировать. Так, пожалуйста, еще вопросы. Высказывание, пожалуйста. Можно я еще один вопрос задам? Конечно. Жень, вот если вернуться вот к вашей работе с Михайловым про заузленность, вот, где-то у тебя тут есть этот интеграл заузленности, вот там, когда вы его впервые написали, то как-то там был пример, насколько я помню, простейшей заузленности. Вот к настоящему времени известны какие-то более сложные заузленные течения? Ну, вот простейшая заузленность, это когда, грубо говоря, в анализах. Нет, там сделано, так сказать, все, что там написано, там надо было сделать отображение хопа. Вот для отображения хопа соответствует тому, что у нас, так сказать, это самое, ну, степень зацепления равняется единице. То есть, что это значит? Да, вот я и спрашиваю. Какие бы два, так сказать, ты не взял замкнутых, так сказать, два замкнутых, два замкнутых контура вихревых линий, да, значит, для них всегда, значит, будет равно единице. Ну, вот. Ну, грубо говоря, это как бы два кольца заузленных, зацепленных. Ну, нет, для всех, какие бы ни ты не взял, вот что самое интересное. Ну, это правильно, да. А вот что бы означало заузленность с номером два или три? Или таких не бывает? Бывает, бывает, бывает. Это вот, вот если, так сказать, там этого, взять, это вот, работа есть Тура Яновского, там, оказывается, существуют следующие, так сказать, инварианты, так сказать, не те простые, вот, которые здесь написаны, так сказать, да, но есть еще другие. Есть зависимость. Есть, еще раз повторяю, есть торические узлы. Если, ну, торические узлы тоже не распутываются, как ты понимаешь, да? Торические узлы. Но для него вот этот инвариант, так сказать, вот этот инвариант Хоффа равен нулю. А тем не менее он имеет. Значит, дальше есть следующие, так сказать, соответствующие инварианты. Они все перечислены в этой самой, так сказать, науке. Так их конечное число или бесконечное? Хороший вопрос, черт. Не могу сказать, по-моему, конечное. Ну, я тут, так сказать... Ну, если это так, это потрясающий результат. Да, не-не-не, я подзабыл, черт ты знает. Юра, мы когда-то с аспирантом считали такие величины, да? Да, да, да. Вот это вот, собственно, в гидродинамике, так сказать, да, в гидродинамике это вот, кто это все делал, припозднес, так сказать, внес фактически, так сказать. Ну, внесли это Туро-Иновский. Давай послушаем, Олега. Можно считать, что, то есть, можно и газовую динамику рассматривать, то есть, и плотность вводить, да? Есть интеграция, то есть, такой же вариант, там, по-моему, то ли делить на плотность вот этот инвариант, да, надо разделить под интегралом еще, да? Мы просчитывали, можно смотреть, пытаться от старых производных. Здесь вот мы видим, от первых производных, правда, под интегралом стоит, Омега же это ротор, да? Вот. Ну, мы, по-моему, до первого порядка вот просчитали, да, и ничего, кроме, ну, вот тех, которые описаны в литературе, не нашли. Они сохраняются вот вдоль вот этих, вдоль траекторий вот этих инвариантных. Ну, на самом деле, так сказать, если у вас, что называется, так сказать, ничего не зависит от энтропии, а давление есть функция только плотности, да? Нет, можно, нет, можно энтропию тоже включать. Можно еще, да, можно энтропию. Есть, да, есть и такие, да, но вот удалось только. Ну, я не знаю, ну, в общем, там какая-то есть какая-то. Считали мы. Такая топологическая, она там и есть тоже наука. То есть вот просто берешь, как вот картан там делал. Ну, в общем, это старые такие вещи. Я думаю, что, так сказать, и в трехмерной гидродинамике тоже. Ну, я имею в виду в газовой динамике, так сказать. Да, 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 есть, я говорю, что. Не, ну, я еще раз повторяю. Вы, конечно, можете, так сказать, просто, так сказать, частично проинтегрировать эти самые уравнения, так сказать, газовой динамики в трехмерии. Так.